здравствуйте дорогие студенты следующая наша тема лекции физическое явление электрического тока и его разновидности ребята электрическое явление уже электричество это особая форма энергии она может превращаться тепловую световую и звуковую энергию давайте рассмотрим разновидности электрических токов в данном случае электрический ток в металлах все металлы в твердом или жидком состоянии являются проводниками электрического тока специально поставленные опыты показали что при прохождении электрического тока масса металлических проводников остается постоянной не изменяется и их химический состав на этом основании можно было предположить что создание электрического тока металлах участвует только электроны предположение об электронной природе электрического тока металлах подтверждено опытом и советских физиков меда штама и папа лекций и американских физиков стюарта и тюрмана в этих опытах в этих опытах было обнаружено что при резкой остановке быстро вращающиеся катушкой проводе возникает электрический ток то есть проводе катушки возникает электрический ток создаваемые отрицательно заряженными частицами значит электронами при отсутствии электрического поля свободные электроны перемещается к кристалле металла кристалле металла хаотические вот это вот синие электроны под действием электрического поля свободные электроны кроме хаотического движения приобретают упорядоченные движения в одном направлении и проводники возникает электрический ток свободные электроны сталкиваются с ионами кристаллической прищеткой отдавая им при каждом столкновении кинетическую энергию приобретенную при свободном пробеге под действием электрического поля в результате упорядоченные движения электронов металле можно рассматривать как равномерное движение с некоторой постоянной скоростью так как кинетическая энергия электронов приобретаемая под действием электрического поля передается при столкновении ионами кристаллической решетки вот этот ион и у нас красный вы говорят положительные как мы знаем да что при прохождении постоянного тока проводник нагревается давайте рассмотрим удельное сопротивление электрическое сопротивление металла от температуры удельное сопротивление металла при нагревании увеличивается приблизительно по линейному закону по линейному закону в первой рисунке то есть r иногда мы обозначаем ρ равно r0 плюс 1 умножить в скобках единица плюс альфа delta t то есть здесь на втором рисунке если вы обратили внимание другой график так но это для сверхпроводников но пока мы рассматриваем ток металла то есть зависимость сопротивление проводника от температуры металла где здесь r это удельное электрическое сопротивление металла при температуре t r0 это его удельное сопротивление при 0 градус сельсия а альфа альфа это температурный коэффициент сопротивления особый для каждого металла с приближением температуры к абсолютному нулю удельное сопротивление монокристалла становится очень малым этот факт свидетельствует о том что идеальные кристаллические решетки металла электроны перемещаются под действием электрического поля не взаимодействуя с ионами решетки для длина их свободного пробега при этом может достигать значение порядка один сантиметр то есть десять седьмой и десять восьмой степени раз превышает межатомное расстояние кристалля электроны взаимодействуют лишь с ионами не находящимися в узлах кристаллической решетки при повышении температуры возрастает число дефектов кристаллической решетки из-за тепловых колебаний ионов это приводит к возрастанию удельных сопротивлений кристалла то что электрическое сопротивление металла обусловлено взаимодействием электронов проводимости с различными дефектами решетки убеждает и тот факт что удельное сопротивление кристаллов металлов сильно завис от наличия в них примесей например сведение один процент примесей марганца увеличивает удельное сопротивление меди в три раза для определения скорости управляющего движения свободных электрических зарядов в проводнике нужно знать концентрацию свободных носителей заряда и силу тока то есть концентрацию и силу тока если концентрация свободных электрических зарядов в проводнике то за промежуток времени через поперечное сечение проводников при скорости в их управляющем движении проходит электрический заряд у нас вот какой электрический заряд вот E это у нас то есть Q это у нас заряд так значит если мы обратите внимание у нас N то есть здесь масса вещества выделяющихся на электроне то есть мы а нет это другой слайд не так теперь теперь электрический ток рассмотрим электрический ток электролита мы видим на этом слайде закон электролиза иногда мы называем первый закон электролиза то есть здесь мы видим массу вещества выделившихся на электроне которые принимают пропорционную заряду Q прочерченную через электролит вещества растворы которых проводят электрический ток называется электролитами вода и кристаллы вода и кристаллы хлорида мели практически не проводят электрический ток расход хлорида мели в воде является хорошим проводником при прохождении электрического тока через водный расход хлорида мели у положительного электрода вызывая анодом выделяется газообразный хлор я сейчас покажу на следующем слайде рисунок а на отрицательном электроде называем которым выделяется мет вот видим да ток в растворах электролит то есть изменение химического состава раствора или расплава при прохождении через него электрического тока обусловленные потерей или присоединением электронов ионами называется электролизм электролизм вот парадей установил что при прохождении электрического тока через электролит масса вещества выделяющегося на электроде пропорционально заряду проще чем через электролит вот имеется ввиду вот где и у нас это сила тока т это время пропускания тока через электролит вот это выражение называется законом электролизм электролизм закон а это мы видим еще к это к у нас коэффициент пропорциональности называется здесь эквивалентным коэффициентом вещества то есть механизм электролиза если рассмотрим особенность молекул электролитов вот особенности молекул электролитов является перераспределение электрических зарядов результате которого одна часть молекул вещества электролитов оказывается заряженным положительно вот на рисунке видим да а другая отрицательно разноименно заряженные части молекулы связываются между собой связываются между собой клоунскими силами притяжения при растворении электролита в жидкости например например вот такого элемента вот мы видим хупру вот на рисунке взаимодействие молекулы жидкости с молекулами электролита ослабляет связь между частями молекул электролита и некоторые из них разделяются на положительный заряд и отрицательный ион разделение молекул электролита на ионы происходит за счет энергии теплового движения молекул электрическом поле ионы электролита проходит движение вот как мы видим на этом положительные ионы движутся к катоду а отрицательные к аноду вот видите потому что анод у нас положительный поэтому сюда идёт отрицательные части а к катоду идёт положительные части так возникает электрический ток электролита при встрече положительного и отрицательного иона происходит их соединение рекомбинация сила взаимодействия ионов в воде уменьшается 81 раз то есть диэлектрическое проницаемость воды равно 81 и это затрудняет процесс рекомбинации ионов при повышении температуры электролита возрастает средняя кинетическая энергия теплового движения молекул увеличивается и число пар ионов образуется в единицу времени из-за увеличения концентрации ионов при повышении температуры значение электрического сопротивления с повышением температуры уменьшается примером твёрдого электролита может служить стекло в котором имеются ионы натрия при низких температурах перемещение ионов в стекле затруднено и стекло является хорошим изолятором при нагревании стекла до 300-400 градусов секции ионы получают возможность перемещаться под действием электрического поля и стекло становится проводником электрического тока ток любых электролитов создается движением положительных и отрицательных ионов то есть заряженных атомов или молекул вещества явление электролиза широко применяется в современном промышленном производстве с помощью электролиза из солей и оксидов получают новые металлы например медь никель алюминий электрический электролитический способ дает возможность получать вещества с малым количеством химических поэтому ее применение применяют для получения новых веществ когда требуется высокая степень химической частоты путем электролиза можно наносить тонкий слой металл например хрома никеля серебра золото на поверхность изделий из других металлов эти слои могут служить защитой изделия от окисления повышать его прочность или просто украшать изделия электролитический способ покрытия изделий тонким слоем металла называется гальваностегия при более длительном пропускании только через электролит можно получить на изделии такой толстый слой металла который может быть отделен от него с сохранением формы электролитическое получение точных копий различных изделий называется гальванопластики с помощью галванопластики получают копии изделий сложной формы копий скульптур и других произведений искусства явление электролиза лежит в основу принципа действия кислотных и шелочных аккумуляторов где используется важное свойство процесса электролиза его обратимость так например то есть искусстве широко применяется да теперь давайте ребята рассмотрим электрический ток в газах опыт показывает что две разноименно заряженные пластины разделенные слоем воздуха не разряжаются обычно вещество газообразных состояний является изолятором да так как атомы и молекулы из которых оно состоит содержит одинаковое число отрицательных и положительных электрических зарядов и целом нейтральных внесем пространство между пластинами пламя спички или спиртовки при этом электрометр начнет быстро разряжаться следовательно воздух под действием пламени стал проводником при вынесении пламя из пространства между пластинами разряд электрометра прекращается такой же результат можно получить облучая пластины светом электрической дугой дуги эти опыты доказывают что газ может стать проводником электрического тока явление прохождения электрического тока через газ наблюдаемо только при условии какого-либо внешнего воздействия называется не самостоятельным электрическому разряду газ в котором значительная часть атомов или молекул ионизована называется плазмой вот мы видим плазма степень термической ионизации плазмы зависит от температуры например при температуре 10 тысяч термин ионизованы меньше 10% общее атомов водорода при температуре выше 20 тысяч термин водород практически полностью ионизован электроны и ионы плазмы могут перемешаться под действием электрического поля таким образом при низких температурах газ является изолятором а при высокой температуре превращается в плазму и становится проводником электрического тока самостоятельный электрический разряд у нас газовый заряд протекающий под действием ионизатора называется не самостоятельным а без ионизатора самостоятельным вот мы видим не самостоятельный разряд в газах ионизация вызывает высокая температура ультрафиолетовые лучи рентгеновские лучи гамму лучи и тому подобное ионизация осуществляется при условии вот видим формулу да е маленький умножено большой и умножено лямбда больше или равно вот омега большой то есть здесь лямбда вот здесь формуле лямбда это длина свободного то есть а это омега это у нас кинетические энергии электроны приобретаемые под действием электрического поля напряженность е например энергионизация атома водорода равна 13,6 электрон вольт обратим внимание на следующий слайд здесь мы видим что искривый заряд разряд то есть молнию да молнию у нас если источник тока не способен поддерживать самостоятельный электрический разряд в течение длительного времени то прискользящий самостоятельный разряд называется искривым разрядом искривый разряд прекращается через короткий промежуток времени после начала разряда в результате значительного уменьшения напряжения примере искривого разряда искри возникающие при расчесывании волос расчесывание волос разделение листок бумаги в разряде конденсатом самостоятельный электрический разряд представляет собой и молнии наблюдаемый во во время грозы сила тока в канале молнии достигает 10000 до 20000 ампер иногда литинс импульса тока составляет несколько десятков миг по секунду самостоятельный электрический разряд между грозовым облаком и землей после низких ударов молнии прекращается так как большая часть электрических разряд грозовым облаком нейтрализуется электрическим током электрическим током нейтрализуется и протекающим по плазменному каналу молнии при увеличении силы тока в канале молнии происходит нагревание плазмы до температуры свыше 20000 кельмин изменение давления в плазменном канале молнии при увеличении силы тока прекращения разряда вызывает звуковые явления называемые громом давайте обратим на следующий слайд здесь при ионизации при понижении давления газа в разрядном промежутке разрядный канал становится более широким а затем светящей плазмой оказывается равномерно заполнена вся разрядная трубка этот вид самостоятельного электрического заряда разрядом называется тлеющим разрядом если сила тока самостоятельным газом разрядом очень велика то удары положительных ионов электронов могут вызвать разогревание катода и поверхность катода при высокой температуре происходит эмиссия электронов обеспечивающая поддержание самостоятельного разряда в газе длительный самостоятельный электрический разряд в газах поддерживающийся за счет термоэлектронной эмиссии с катодом называется дуговым разрядом